Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Колян Должанский, который, как вы помните, ушел с проекта и вернулся в Москву, сообщил неожиданную новость. Некоторое время меня не будет в эфирах Дома-2 в связи с проблемами по здоровью. Пообщаться со мной можно будет на моих рэп-концертах. То есть Колян покинул проект лишь на время. Не прошло и дня после расставания с Димой Дмитренко, как Коля Рапунцель объявила кастинг. Ищу смелого и сильного мужчину, который сможет защитить меня, отстоять меня и нашу пару перед всем коллективом, который не боится трудностей и готов сделать все для любимой женщины. Новенький Денис Хромов просит ведущих отправить его к Рапунцель. «Жди меня, Олечка, скоро мы будем вместе. Ты мне очень нравишься, я готов для тебя на многое. Знай, для меня ты прекрасна во всем». Руслана Мишина и Семен Фролов сильно поругались из-за Димы Дмитренко. Руслана вышвырнула из домика аккордеон и все вещи Фролова, а Семен бросил ее в бассейн. После этого они долго не разговаривали, но на следующий день все же помирились. Руслана считает, что Семен влюбился в нее. Винцеслав Вингржановский прошел проверку на детекторе лжи. Проверка показала, что у короля и у Винца был интим как на проекте, так и вне проекта. И что король действительно брала у Винчика 400 тысяч рублей. Катя не собирается мириться с несправедливостью? Она пишет. «Я считаю, что Винц – психически неуравновешенный человек. Все его девушки – Боловичева, Токарева, Чепизубова и многие другие, в том числе и я, утверждаем, что с Винцем секса не было. С чем это связано, лично мне неинтересно. К нему я всегда относилась как к ребенку и жалела его. Я уступила ему место на доме 2, так как он совсем не приспособлен к жизни за периметром. Я пройду независимый детектор вне проекта и предоставлю вам результаты». Денис Козлович получил сильную травму ноги, играя в футбол. Ему даже пришлось обращаться в больницу. Некоторые участники сказали, что это кара небесная за то, что он бросил король на произвол судьбы и не ушел за ней. Глеб и Оля Жемчуговы были на выходном в зоопарке. «Ну, наконец, вместе хоть где-то гуляете», комментируют подписчики. «Приятно посмотреть». Игорь Трегубенко и Элла Суханова провели свадебную фотосессию для журнала. У Игоря, как всегда в последнее время, очень грустный вид. Настя Волынец, к которой пришел ее бывший парень Богдан, рассказала о цели своего появления на Доме-2. «Признаюсь, я пришла для того, чтобы задеть Богдана, чтобы он пришел и доказал, что любит меня. Он полностью оправдал мои ожидания, пришел и подарил мне обручальное кольцо. Я безумно этому рада, и свадьба будет, но впоследствии, а не сейчас». Татьяна Владимировна Африкантова рассказала в соцсети, что купила в секс-шопе надувную резиновую куклу и везет ее на проект. С этой помощницей она будет преподавать остальным участникам проекта, как надо любить и делать. Как призналась женщина, у нее очень много опыта, и она просто обязана поделиться им со всеми. На лобном месте подняли вопрос о том, должны ли на проекте находиться участницы, у которых есть дети за периметром. Лена Босс рассказывает, «Сегодня у нас разразился скандал по поводу мамочек, которые на проекте. Согласна, что есть матеря кукушки, но есть ситуации, когда хочется дать лучшей жизни своему ребенку и делаешь все ради него». Я все время с сыном на связи, так же, как и новенькая Настя и Гозиас. Мы любим своих детей и только ради них идем к цели. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!